Библиотека в селе Булатниково давно приобрела статус досугового центра. Ребята и взрослые спешат в книжное хранилище не только, чтобы почитать. Можно пообщаться и узнать что-то новое. Культурная программа ежедневно меняется. Дни труда, доброты, знаний, творчества, литературный час и даже семейный выходной. Разнообразие мероприятий поражает воображение. Чтение идет, читателей много, не убавляется по нарастающей, потому что прибавляется население дачников больше становится в селе. Школьную программу все равно никто не отменял и книжки задают читать. А плюс родители, которые стремятся и хотят, чтобы дети все-таки читали. Возраст читателей начинается от годика и заканчивается пенсионерами категории 90+. Но главная забота библиотекаря летом – это организация свободного времени подрастающего поколения. Одно и справиться с таким объемом работы сложно. На помощь приходят сами ребята. Шмель и пчелки – это волонтерский отряд, который помогает библиотеке просто Елене Васильевне, чтобы помочь что-то сделать в библиотеке, книжки даже расставить, отштрихкодировать, что сейчас делается. Организовать праздник или провести мастер-класс для младших ребят – не проблема для юных помощников библиотекаря. Все с удовольствием делают колечки в виде бантика или помпон в качестве игрушек для домашних животных. Но и про книги не забывают. Школьники сами, а малыши пока с помощью родителей постигают увлекательный мир художественной литературы. Мне кажется, что здесь интересны больше всего книжки. Я брала на лето их читать и прочитала три книжки. Брат и сестра Корнишева – постоянные читатели и желанные гости в библиотеке. Тимур увлекается культурой Египта, берет остросюжетную литературу мужского формата. А Ксюша интересует новые книги про животных. Тут интересно читать, общаться с другими девочками, дружить с ними. Мы обычно тут собираемся в три и все время играем. Мне не нравится в интернете. Я в интернете вообще ничего не читаю. Стараюсь только на бумажной читать. У меня дома очень много книг, прям очень много. Их даже некуда девать уже. Но там в основном это учебники 7-9 класс. Небольшая сельская библиотека, как пещера Алибабы, постоянно преподносит сюрпризы своим любимым читателям. Открыли музей старины, кукольный театр. Выпустили книгу воспоминаний односельчан о Великой Отечественной войне. И на этом останавливаться не собираются. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.